Монтировщики Театральная сказка для взрослых Сцены в двух действиях Пьеса основана на реальных фактах Все персонажи вымышлены Любые совпадения имен, фамилии и ситуаций Являются продуктом воображения автора И ничего общего с реальностью не имеют Действующие лица Тетя Ася, заведующая реквизиторским цехом Михаил, монтировщик, бывший студент, ныне пишет пьесы Александр, заведующий монтировочным цехом, 45 лет Олег, старший монтировщик, бывший актер Семенович, Андрей Семенович Пожилой монтировщик, пенсионер, работает на договоре Гурков Толя, ведущий актер, большой любитель шуток и розыгрышей Лена, молодая актриса, седой человек, бомж В миру Леонид Павлович, бывший прораб Действие первое Первое письмо Михаила Написанное на бумаге Мамусечка Зачеркнуто Мамулечка Зачеркнуто Черт не знает, с чего начать Все зачеркнуто Мама, я окончательно принял решение О котором тебе говорил еще месяц назад И который, исправлена которая, ты тогда не поддержала Уезжаю, как и говорил, буду жить у дяди Егора С ним я уже договорился Так что можешь ему не звонить и писать ему не надо Потому что это бесполезно Он очень рад, что я к нему еду И сам переговорил с директором театра Так что работа у меня будет с первого дня В институте у меня со вчерашнего дня академический отпуск Прости, что не оповестил тебя заранее Когда устроюсь, сразу напишу Или позвоню Купил тебе мобильник Он в коробке на твоем столе Инструкция очень понятная Просто набирай номер и нажимай зеленую кнопку Старайся заряжать его каждый день Зарядник в коробке вместе с телефоном Денег на него я положил достаточно Хватит надолго Нужные номера я написал тебе отдельно на листочке Потом сама допишешь, какие еще будут нужны Опаздываю на поезд, остальное сообщу позже Не волнуйся, не плачь У меня все-все очень хорошо Ведь главное, что я буду работать в театре Все, бегу, целую, Миша Картина первая Комната монтировщиков Цех Убогая, драная мебель, видимо, списанная из старых спектаклей На столе большая банка с надписью Штраф за мат Электрический чайник Разнокалиберная посуда На стене огромный плакат На плакате пожарной на фоне стены пламени Грозит кулаком неведомому курильщику Надпись на плакате Не кури! По трансляции слышится какой-то бубнеж и отголоски музыки В комнате никого Входит Михаил, снимает рабочую куртку Вешает на гвоздь, вытирается полотенцем Достает сигареты, смотрит на плакат, улыбается Прячет сигареты Реквизитор тетя Ася Вносит коробку с ватой, бинтами, йодом О! А где Саша? Михаил на сцене Тетя Ася, вы новенький? Как вас зовут? Я, Михаил Сергеевич Тетя Ася, вот что, Горбачев Это бинты, вата, йод Пить не вздумайте Михаил поражен Вообще-то я йод не пью Я не пью Только чай Тетя Ася, знаем мы эти Только чай Короче, Сашке скажите, чтобы не вздумал Все, бегу Сталкивается в дверях с Сашей Миленький, я все принесла Горбачев в курсе Указывает на Михаила Исчезает Михаил Так, кто был? Александр Тетя Ася Реквизитом заведует Че это она тебя, Горбачевым? Ну так я ж, Михаил Сергеевич Александр А, ну ладно, привыкай По жизни Горбачевым будешь И не вздумай обижаться Михаил Да я давно привык Меня и в группе Горбачевым называли Александр Ну и значит хорошо Смотрит в коробку А то есть, бинты есть Ага, йод есть Михаил, вы что пьете йод? Александр, обалдел что ли? С чего ты взял? Михаил, она сказала не пить йод Александр смеется Ха-ха-ха Да, это она прикалывается Ты ее просто еще не знаешь Кто-то чихает Михаил Будьте здоровы Александр одновременно с ним Будьте здоровы Михаил Я думал это вы Александр А я думал что ты Хе-хе, интересно Ну, ладно Михаил, а зачем йод? У нас же есть в аптечке Александр Ай, это для молодой Она как упадет с лестницы К нам сразу бежит и бинтуется В гримёрку свою не успевает? На третий этаж Далеко? Никак не успеть Михаил Молодая это Елена Васильевна Александр Васильевна Она только с лета Как институт закончила У нас работает Это ее первая Настоящая большая роль Михаил А она что, часто падает? Александр Смотрит на него хитро Хе-хе, каждый спектакль Михаил Ступеньки неудобные Я заметил Они слишком крутые И шатаются Александр после паузы Серьезно даже слишком И ступеньки тоже Но главный режиссер Такой вредный Михаил И она терпит Я бы этому режиссеру Трансляция Внимание Приготовились к перестановке Александр, пошли быстро Поспешно уходят Какое-то время пусто Доносится бравурная мелодия Затем входят Александр и Олег Олег тут же вынимает планшет И садится продолжать свое занятие На какую-то игру Давай, давай, не отлынивай Я тебя сегодня точно сделаю Твою мать Александр Полтинник Олег Да пошел ты нах Александр Еще вякнешь И пойдешь в ночной погруз-разгруз Сто пятьдесят Олег с неохотой Достает деньги Бросает в банку Тиран Че ты злой такой? Александр Не бурчи Сам виноват Я тебе сто раз показывал Как вязки правильно вязать А ты что? Олег Так это не я вязал Семыч Александр А стучать нехорошо Вязать я тебе сказал А Семычу Откосы отгрузить И марки поставить Олег Ага Он тебе поставит Лучше бы молодого попросил Александр Ну да Молодой вообще не в теме Кстати, слушай Ася ему кликуху дала Олег Студент? Нет Горбачев Олег О-о-о-о Класс Влетает Михаил Александр О, вот и он Михаил Куртка моя Где? Блин! Срывает куртку С гвоздя Убегает Олег Ему вслед Горбач Ты что-то забыл? Голос Михаила Скотч в кармане Александр Ох ты Ёханый бабай Убегает следом Олег Олег сам себе Не понял Зачем ему скотч? Ладно Поправим Паш Отнувшееся Здоровье Вынимает Заветную Фляжечку Отвинчивает Крышечку Ну Здрав Буди Внезапно Появляется Тетя Ася Ой Прости Миленький Помешала? Олег Нет Почему? Не помешала? С чего ты взяла? Тетя Ася Дурачок ты Олежа Кто тебе мешает Конца спектакля Дождаться И хоть Запейся Олег Чего? Запейся Это Компот? Тетя Ася Ага Ага Вижу Здорово Придумал Издалека Коньяк А как Приглядишься Нет Компот Ох Добалуешься Ты Ох Добалуешься Из артистов Поперли Смотри И отсюда Попрут Кто-то Чихает Олег Будь здоров Тетя Ася Вместе с ним Будь здоров Миленький А че ты на меня смотришь? Олег А ты чего? Тетя Ася Ох Дошутишься Олежа Добалуешься Олег Тетя Ася Шла бы ты По своим делам А? Тетя Ася А я Миленький По своим делам И пришла Так что уж ты Извини Где коробка? А вот она Лена еще зеленку Попросила положить Видишь? Это Зеленка Кладю И одю Пока Миленький Уходит Олег Закладывать Побежала А плевать Я на всех Хотел Выглядывает В коридор Убеждается Что никого Поблизости Нет? Снова достает Фляжечку Отвинчивает Крышечку Блин Всю Малину Испортила Не могу Распахивается Дверь Александр Вталкивает Михаила Тот Чуть не падает Михаил Я не понял Вы Что? Александр Слушай сюда И запомни Навек Пока Идет Действие На сцене Никаких Телодвижений Быть не может Михаил Но ступенька же Шатается Александр И хорошо Что шатается Михаил Но я же просто Хотел скотчем Примотать Александр Слушай Горбачев Меня И не возникай Вот сидишь ты в зале Смотришь спектакль И что ты видишь Михаил Но там же В глубине темно Александр Это тебе Дураку темно А зрителю Все видно В глубине Это арьер называется Запомни Что ему видно Зрителю Как ты на карачках Ползешь под лестницей Нет Ты послушай Олег Он решил ступеньку Отремонтировать Чтобы Лена не упала Олег Ха-ха-ха Молодец Орел Астреб Михаил Ну я же Как лучше Александр Да Это по спектаклю Так быть должно Понимаешь Она должна По действию Упасть В пьесе Так написано Дошло до тебя Михаил Ну значит Это плохая пьеса Если артисты Падать должны Александр Напиши свою А мы посмотрим Значит слушай Если тебе Смерть как захотелось Что-то улучшить Починить Переставить местами Ну всякое такое То ты Или у меня сначала Спроси Ну там У Олега Или у Семыча Но лучше у меня А потом эту свою Хотелку засунь В одно место И делай то Что тебе сказано будет Нет Олежа Представляешь Он уже на карачках Почти выполз Хорошо я успел Догнать Дай скотч Все Отремонтировал И не скотчем Это делается И не во время действия И вообще не делается Ай ладно Потом сообразишь Появляется Семыч Шеф Что за кипиш Александр Че ты прибежал Кто на фурке Голос по трансляции Монтировщики Кто на фурке Саша Переход Давай на фурку Бегом Семыч Да успокойся Еще минуты три Успею Александр Давай давай Михаилу Иди с Семычем Учись Да Где у тебя правая рука Михаил Вот Александр В театре наоборот Все от зрителя меряется Из зала Говорят тебе Иди направо И ты должен идти налево Все бегом Семыч дальше расскажет Семыч Займись Просвети Семыч Слушаюсь Господин Начальник Семыч с Михаилом Поспешно уходят Голос по трансляции Фурка Приготовилась По музыке Поехали Бодрая Мелодия Кто-то чихает Александр Недоуменно оглядывается Выглядывает в коридор Скрывается Картина Вторая В театре Антракт Перестановка закончена Зрители еще Опустошают буфет Монтировочный цех Михаил На топчане С блокнотом в руках Заходит Гурков В черных перчатках Видит Михаила Добрый вечер Молодой человек Звенит звонок О Это уже второй Трансляция Второй звонок Через пять минут Даю третий Через семь Начинаем второй акт Всех занятых Во втором акте Приглашаю Составить компанию Артистам Надеть грим Не забыть мимику Вспомнить текст И повторить Предлагаемые обстоятельства Шутит Когда Алиска Шутит Значит директора Уже нет И главный Уже ушел Имейте в виду На будущее А где все? Михаил Кто где Не знаю Гурков Ой Как не кстати Времени мало Впрочем Думаю Вы мне Сможете помочь Сможете? Михаил Постараюсь Не знаю Гурков Олежа Очень мне помогает Ну ладно Так и быть Вы ведь у нас Новый монтировщик Михаил Да Я первый день Но вас я уже видел Вас Анатолием зовут Отчество Правда я не знаю Гурков Да можно без отчества Просто Анатолий А вас как зовут Молодой человек? Михаил Гурков Михаил Михаил Сергеевич Гурков Замечательно Очень прошу У вас Михаил Сергеевич Слушайте У вас же есть молоток? Михаил Есть Где он? Ну вот А вам зачем? Гурков Очень вас прошу Стукните мне Любезный Михаил Сергеевич Молотком по пальцу Михаил Да вы что? Это же больно Гурков Именно Именно Любезный Мне и нужно Чтобы было больно Михаил Но Гурков Пожалуйста Не возражайте Стукните Посильнее Мне скоро На выход Михаил Но Гурков Вы юноша Не понимаете Не могу я поймать Нерв роли Не хватает остроты Пустой я Как извините за образ Вскрытый сейф Михаил Хорошо Если для роли Гурков Для роли Дорогой Михаил Сергеевич Михаил Архангел Сергеевич Давайте Не бойтесь И со всей силы Ну Михаил бьет молотком по пальцу Актер морщится Но Не вскрикивает Слабовато Дорогой мой Слабовато За дверями возня И шепот Ударит Ударит Сейчас Ударит Вы главное Не бойтесь За мой палец Он у меня тренированный Это нужно Для атмосферы сцены Вы понимаете Что такое Атмосфера сцены Михаил Примерно Понимаю Гурков Ну вот и славненько Тогда Смело От души Ну На счет Три Раз Два Три Михаил со всей силы Бьет молотком По пальцу Гурков Через паузу С трудом Хорошо Вот это было от души Спасибо Уважаемый Михаил Сергеевич Снимает перчатку Вынимает из рукава И рассматривает Расплющенную руку Манекена Поздравляю Вы приняты За дверью Гомерический хохот Влетают Александр Олег Семыч Лена Все хором Поздравляем Поздравляем Александр Все С тебя простава Ты принят Трансляция Тишина За кулисами Что там за бардак Слышится Третий звонок Внимание Приготовились Ко второму акту Начинаем Через две минуты Гурков Зверским шепотом Лизка Сегодня дежурит Блин К бабке не ходит Да гладную накатает Трансляция Санитары Приготовились Быстро по местам Не вижу Лены Лена Заряжайся Лена убегает Гурков Ковыряя Спичкой в зубах Принципиальную партию В козла Никто не отменял Всех касается Поспешно Все уходят Кроме Михаила Заглядывает Гурков Сегодня не настаиваю Но с первой получки Извольте Соответствовать Мистер Горбачев Картина Третья Монтировочный цех Темно Угадывается лежащий на топчане Михаил Заходит Елена Включает свет Идет к шкафу Михаил приподнимается на топчане Елена вздрагивает Вскрикивает Оглядывается Видит Михаила Смотрят друг на друга Не отрываясь Пауза Лена Ты что? Вы что? Михаил Не бойтесь Это я Михаил Лена Я узнала А что вы тут? Михаил Транспорт уже не ходит Мне до дома не добраться На такси Понимаете Я ж без денег Получка-то еще когда будет Можно конечно пешком Но это часа полтора А уже в восемь У нас монтировка Мне Александр Разрешил здесь Лена Ежо понятно Он всем разрешает Он добрый Михаил А вы как здесь? Лена Странный Слушай Не люблю выкать Давай на ты Михаил Давайте Давай То есть Почему вы То есть ты здесь? Лена Смешной ты Смешной Сто пудово У меня чай кончился Я здесь живу Михаил Как здесь? Лена Очень просто Пока квартиру не выделят Директор поселил меня в мансарде Под крышей на четвертом этаже Мы вдвоем с Сашей Михаил С мужем? Лена С каким мужем? Саша тоже актриса Мы вместе сюда приехали Только она сегодня в спектакле не занята была Дурелка ты картонная Прости Это я всех так называю Помнишь место встречи изменить нельзя? Горбатый там Шарапова так называл Михаил Хороший фильм Мне тоже нравится Только разве не страшно здесь жить? Ночью никого Здание гулкое Мало ли что может показаться Лена Ну что ты говоришь-то? Че здесь страшного? Мне страшно было Только один раз в садике Я таракана увидела И один раз на концерте Мы в мэрии к 8 марта концерт давали В отделе культуры А там такие персонажи Я тебе скажу просто ужас Сидят тети такие бронетанковые Одна другой страшнее Ну в смысле такие строгие Вонзились в меня глазами Как эти следователи Эти прокуроры Я смотрю на них Как крошечка-хаврошечка На великана А у меня в отрывке частушки Я не пила я и не ела Все на дролечку глядела Я на дролечку глядела От любви я похудела Ждала, что скажет дролечка Люблю тебя я, Олечка Люблю тебя я, Олечка Скажет милый дролечка Твои 140 килограмм Никому я не отдам Михаил смеется Ага Знаешь, как я тряслась Вот это все, думаю Мой последний день Не, ничего Пронесло А на меня, мой дролечка Не посмотрел нисколечко Мне ни словечка не сказал Мою подружку лобызал Я пошла бы утопиться Да боюсь я простудиться А тут-то фига ли бояться Тут бояться некого Вот в трюме страшно Там седой человек живет Но я туда ночью не хожу Михаил В каком трюме? Мы что, на корабле? Лена, а ты что, лузер? Не шаришь? Что такое трюм? Михаил Почему не шарю? Шарю Потому и говорю Лена, деревня ты, Миша Деревня В театре тоже трюм есть Но только не во всяком Михаила в нашем есть? Лена, стопудово Под сценой Он и есть трюм Там, где поворотный механизм Который круг крутит Михаил А ты там была, что ли? Лена Да сто раз В спектакле по Зойкиной квартире Мы все оттуда поднимаемся через люк А потом уходим Тоже через люк Михаила А зачем через люк? Через дверь нельзя, что ли? Лена Ну, так, режиссер придумал Что через люк надо Михаил Он тебе нравится? Лена Кто? Михаил Режиссер Режиссер Когда ты говоришь глупости Лена Я глупости говорю Михаил Конечно, не я же Что это за бред Про седого человека Который под сценой живет? Лена Да сам ты бред Я, конечно, его не видела Только слышала А тетя Ася И видела И разговаривала с ним Она сама мне рассказывала Михаил А тетя Ася Это Которая за реквизит отвечает Лена Ага Классная она тетка Чумовая Иногда залемонит такое Что отпад просто Ты салат сегодня ел? Михаил Ааа Это ты проклей ПВА В салате вместо сметаны? Лена Слушай Я же, когда в спектакле Раскладывала его по тарелкам Сразу что-то почуяла Ну, какой-то не такой запах Странный, что ли Михаил А я не почуял У меня с обонянием не очень И голодный я к тому же был Она мне целую тарелку набабухала Ешь, говорит Не пропадать же добру И хлеба возьми побольше Я две ложки успел В рот отправить Пока сообразил Ой, плевался Лена Ага Тебе хорошо Вон умывальник Пошел, выплюнул В рот прополоскал А на сцене как? Да Нехорошо-то говорить про ребят Но рожи у них такие были Отпад Михаил Ну, отравиться же можно Лена Да не ел никто Так вид делали В антракте хотели ей фейсу начистить Вовремя слиняла Теть Валя позвонила Чтобы та на подмену пришла Михаил Ну и нрава у вас в театре Женщину бить Лена Нет Да не прикалывались Хотели ее заставить Всю полную миску съесть Михаил Уроды Лена Че это уроды? Правильно хотели Она их чуть не отравила Пауза Михаил А что ты этого седого человека Как ты его слышала? Лена Шорох такой страшный Как будто огромная змея Ползет и шипит Михаил Врешь Лена Я вру Я? Не, посмотрите на него Ты ночью в душ Ходил в трюме Попробуй, попробуй Я посмотрю тогда Первый день в театре И корчит из себя Михаил Да ничего я не корчу Просто привидений не бывает Лена А он не привидение Кто сказал, что это привидение? Он шишок Он тут сто лет живет Как дом еще только строить начали? Когда фундамент заложили Он тут и поселился Это тетя Ася рассказывала Ха, Михаил А она откуда знает? Кто же сто лет тут живет? Кто-то чихает Лена и Михаил одновременно Будьте здоровы Недоуменно смотрят друг на друга Лена Слушай, ты какой-то все-таки тупой Честное слово Ей тоже рассказывали А потом она его увидела И говорила с ним Михаил И что? Что он ей сказал? Лена Он ей сказал Ася, иди в жопу Михаил Ни черта себе Вот так вот прямо и сказал Лена Нет Он посильнее сказал Только я повторять не буду А то у вас тут не матерятся А у меня на штрафы ваши Лишних денег нет А так бы я тебе сказала Что он сказал? Михаил Вот так вот прямо бы и сказала И не постеснялась бы Лена, а что стесняться? Так это нормально Когда девушка с парнями На одном языке Вот так вот Крепкими словечками Разговаривают Михаил Да какие крепкие словечки? Примитив неимоверный Лена Ой-ой-ой-ой Ты что ли не примитив? Михаил Ну ты же меня совсем не знаешь еще И так говоришь Вот как-нибудь напишу тебе Петровский загиб Малый для начала Лена Ой, а что это такое загиб? Михаил Напишу, узнаешь А вообще, знаешь Ты не похожа на актрису Лена, что это не похоже? Михаил Да Как-то я по-другому представлял Ты странно так иногда Разговариваешь Ругаешься запросто Лена Лена, а может это от неловкости? Может у меня зажим? Может я болею? А на самом деле я белая и пушистая Михаил Ну вот Ёрничаешь, все время стебешься Лена Ладно, скучно мне с тобой стало Как начинают мне морали читать Так хоть вешайся Чао-какао Я пошла Михаил, иди Лена И что? Иди Ты меня провожать не собираешься? А вдруг в коридоре На меня монстр набросится Чтобы изнасиловать А ты тут так и будешь сидеть Весь из себя правильный Михаил Нет, не буду сидеть Спать лягу Лена Привет Ну ты хам Михаил, слушай Ну кто на тебя может в коридоре наброситься? Шишок этот что ли седой? Лена Дурак ты! Дурак! Обиженно убегает Михаил сам себе Чумовая Собирается ложиться Без стука открывается дверь Входит Лена Михаил Подайте мне, пожалуйста, чай Можно четыре пакетика В шкафу Михаил подает Мы с Сашей пьем чай И не вздумайте ко мне Подниматься на четвертый этаж Третья дверь налево Уходит Второе письмо Михаила Электронное Мамусечка, у меня все хорошо Ты мне три раза звонила днем Но я не мог ответить У нас сначала была репетиция А потом спектакль И телефон свой я выключал Чтобы не мешать Сейчас уже поздно Ты давно спишь? Поэтому пишу тебе письмо У дяди Егора Я буду жить в той комнате Где ты тогда устроила Грядку Это он так говорит Мне очень нравится Деньги на первое время У меня есть И дядя Егор сказал Чтоб я не вздумал Ничего себе покупать А все что надо Он сам мне купит Он показывал мне фотографию Когда я был маленький У нас таких почему-то нет Нет А потом А потом Когда будет время Я их сканирую И тебе пришлю Прости, что пишу так поздно Раньше не было времени Буду ложиться спать Мне завтра тоже рано на работу Целую Сын Ответ Прости Не то я говорю Очень жду Когда ты мне позвонишь Хочу услышать твой голос Но ты ложись спать Отдохни Поспи хорошо И не забывай С утра есть творог Он укрепляет кости Старайся поменьше пить кофе Я читала, что он не очень полезен Впрочем, как хочешь Ты уже большой мальчик А в обед обязательно ешь суп Это хорошо для желудка Взял ли ты с собой теплые носки Обязательно купи, если не взял Люда не может больше мне помогать Ей тоже давно пора спать И ты ложись скорее За меня не беспокойся Целую Обнимаю Сыночка мой И жду звонка Мама Картина четвертая Монтировочный цех Все монтировщики, кроме Семыча Уткнувшись в планшеты Играют по блютуз в какую-то игру Слышны звуки выстрелов Семыч задумался над шахматной доской По временам звучат реплики Ес! Нифига! А я тебя так обкакаешься Ес! Ну ты куда, куда, зараза! Ес! Ага! Понял Мы тоже можем А мы вот так Ну и тому подобные Импровизационные тексты Трансляция Пять минут перерыв Саша Восемь стульев в анфиладу Можно взять из бесприданницы Александр Пауза! Все останавливают игры Пошли! Все дружно встают Откладывают планшеты Семыч накрывает шахматы Газеты уходят Некоторое время Никого Заглядывает Гурков Здесь никого Иди сюда За ним следом Появляется и Лена Вот как надо правильно целоваться Хватает Лену в охапку Лена, пытаясь освободиться Толя, пусти! Ну я поняла, пусти! Гурков, ослабив Хватку Да чё ты как девочка? Я же не по-настоящему Или ты думаешь? Лена Ничего я не думаю Просто мне не нравится Когда насильно Гурков Ха! Дурная девка А как же нам с тобой Играть любовь, страсть? Если у тебя в глазах Сплошной зажим Лена Толя Ну я понимаю Просто мне Надо к тебе привыкнуть Освободиться Гурков Вот я тебя И освобождаю Давай ещё раз Обстоятельства помнишь? Я почти уже пожилой Добрый, одинокий Очень богатый Ты моя воспитанница Мы с тобой живём вместе Уже сколько лет? Лена По пьесе три года Гурков Вот! За три года Ты не только ко мне привыкла Ты привязалась ко мне Почти что полюбила Правильно? Лена Ой, правильно Гурков Ну вот Всё просто Ты ко мне относишься как? Лена Ну как к партнёру Нормально Ты хороший партнёр С тобой легко на сцене Гурков Я про персонажа спрашиваю Как К опекуну своему К дяде К своему Ты как относишься? Лена Толя Знаешь Что-то у меня сегодня не идёт Я смотрю на тебя И вижу тебя Толю А не её дядю Гурков Где её? Это кого? Лена Ну моей героини Гурков А-а-а я понял Ты себя с ней не ассоциируешь Ты не включаешься Тебе надо просто поверить Что ты Это она Вот посмотри на меня Секундная пауза Видишь У меня другие глаза стали Я смотрю на тебя не как Толя А как кто Притягивает ее к себе Лена, не могу Прости, не могу Ну не идет сегодня, Гурков А надо смочь Эта девочка моя очень трудно И очень легко Надо воображение включить Перерыв сейчас кончится Нам с тобой идти показывать кусок Ну давай, ты же умница, ты все сможешь В волшебных кольцах Ты же с принцем целовалась Нам с тобой не просто поцелуй, нам страсть надо играть Вернее прожить, пропустить через себя Вспышку взаимного влечения Вспомни, ты ведь наверняка влюблялась Это тебе должно быть близко, знакомо Ну подложи свои воспоминания Снова притягивает ее к себе Медленно, очень медленно Губы их сближаются Входит Михаил, бросается к ним Толкает Гуркова, хватает Лену за руку Отойди от нее, урод Гурков ошалел Ты что, охренел? Михаил Лене Он тебя обидел? Скажи, он тебя обидел? Лена Миша, отпусти руку, больно Гурков Так, понятно Вы, синьор Горбачелли, никогда не видели Как-то репетиция, хочется целоваться Чтобы на сцене это выглядело органично Я вас понимаю И поэтому прощаю Но руку девушки все-таки отпустите Миша отпускает руку Лены Недоуменно смотрит То на нее, то на него Лена Дурак Смотри, аж пальцы остались Михаил, прости Я думал Лена Спаситель хренов МЧС Теперь рука болеть будет Толя, пойдем поищем другое место Гурков, да-да-да, пойдем Трансляция Продолжаем репетицию Все по местам Толя А-а-а Вот это уже не смешно Лене Давай, бегом Поспешно уходят Лена Иду Михаилу Вы, сударь, оказывается Храбрый рыцарь Я запомню Уходит Картина пятая Там же Репетиция кончилась Все разошлись на обед Михаил за столом Жует бутерброд И что-то пишет в планшете Семыч Олег И Александр Вносят огромную корзину Бутафорских цветов Корзина перевита Лентой С надписью За спасение чести и жизни Семыч Награждается Храбрый рыцарь Микелле Горбачелле Александр Рыцарь Встаньте на одно колено Михаил Ну вас всех к черту Перестаньте Олег Нет, брат Ты заслужил Ты проявил Ты, брат Слов нет Семыч Он не хочет вставать Александр Качать героя Хватают Михаила Пробуют качать Михаил вырывается Идите вы все Отстаньте от меня Выпустите Слышите Пустите Идите к черту Его ставят на стол К ногам Подставляют корзину Семыч Миша Скажу тебе Как самый старый член Олег ржет Коллектива Ты на этих вот Не обижайся Они придурки А ты еще просто не въехал Здесь трудно Особенно в начале Но интересно Я уже сорок лет здесь Пробовал уходить На тракторе работал Сантехником Даже продавцом побывал Денежно Не спорю Но не смог Скукота Вернулся сюда Уже вот на пенсии А все равно Не могу дома сидеть Здесь интересно Это Театр Здесь чудеса Здесь леший бродит Ну и так далее Ну ты молодец Вот чтоб я сдох Охает Валится на пол Лежит без движения Пауза Все бросаются к нему Шлепают по щекам Брызгают водой Он поднимает голову Миша Я тебе сказать хочу Михаил наклоняется к нему Миша Тяжело Как последнюю волю Половик Всегда растягивай От центра К порталам Это мое тебе Последнее слово Улыбается Ладно Все Кончаем цирк Помогите Встать Балбесы Семыча поднимают Отряхивают Олег Класс Семыч Ты блин Прямо как народный артист Я не знал Семыч Учись сынок Ты еще в садик ходил А я уже Ричарда третьего монтировал Никогда не забуду И это я вам скажу Детки мои Еще та штука была Два этажа Сварные рамы Александр Ладно Семыч Потом расскажешь Не обижайся У нас еще Будет много времени Михаилу Если он начнет вспоминать До утра не заткнется Семыч Грубиян Видишь Миша Это я его воспитал Всему учил А он меня сейчас за пивом гоняет Как там в Библии И ученик будет выше учителя своего Кажется так Эх старость не радость Михаил Нет все наоборот Ученик не выше учителя И слуга не выше господина своего Семыч Так хрен с ним Пусть так Ты просто классный паренек Я вижу На уродов этих не обижайся Повторяю Михаил Да я не обижаюсь Мне просто Удивительно Олег Во Вот правильное слово нашел Я тоже знаешь Сколько лет в театре И артистом был Александр Его за это дело попросили Переквалифицироваться Олег Врать не надо Не надо врать Че ты гонишь Александр А кто кулису бархатную Загнать хотел На бутылку не хватало Олег Это списанная кулиса была Со списанного спектакля Семыч Ладно Ладно Все Хватит вам Будете тут разборки устраивать Александр Я ему еще хотел тогда В пятак врезать Да отложил на время Олег А если я тебе Семыч Ша Проехали Давно проехали Хао Я все сказал Бегом на обед Пошли Миша Столовку покажу Во Недорогую Михаил Да у меня бутерброды Семыч С колбасой Михаил С селедкой Яйцом Семыч Бутерброды оставь на вечер Будет чем закусить Я тебя борщом угощаю В этой столовке Внучка моя работает Познакомлю Все Пошли ребятки Все вместе пообедаем Уходят Третье письмо Михаила Электронное Мамчик У меня все не просто хорошо А замечательно Люди здесь необыкновенные Я правда сегодня что-то перепутал Но это ерунда Мне все объяснили Рассказали Показали Очень много новых слов Откосы Груз Падуга Портал Подъем Фурка Ну всякое такое Они здесь вовсе не то значат Что в простой жизни Здесь Знаешь Никак не могу привыкнуть Что здесь Влево Это означает вправо И наоборот Но это как в Болгарии Да значит нет Андрей Семенович Которого здесь Все с Семочем зовут Показал мне Очень демократическую Ну в смысле цен Столовую Совсем рядом Буквально пять минут А готовят там очень вкусно Я съел две тарелки борща А второе взял с собой Мне в одноразовую миску положили У нас тут есть микроволновка Так что можно разогреть И нормально поесть Есть чайник Точнее термопод Всегда с кипятком Все Заканчиваю Потому что продолжается Вечерняя репетиция Целую тебя И люблю Сын Ответное СМС Почему не звонишь И на мои звонки не отвечаешь Очень волнуюсь А вдруг у тебя все не так Как ты пишешь Позвони обязательно Целую Мама Четвертое письмо Михаила Прости Очень устаю С непривычки тяжело Разберусь со всем Обязательно позвоню Все расскажу Спокойной ночи Целую Сын Картина шестая Поздний вечер Цех Присутствуют все действующие лица Все сидят за столом На столе Много бутылок пива Часть из них уже пустая Тарелки с бутербродами Салатом Порезанным хлебом Ну и прочей нехитрой закуской Семыч Ася И вот я тебя В пятый раз спрашиваю Как ты могла Тетя Ася напрягалась Чего миленький Семыч А ты не знаешь Не понимаешь меня Тетя Ася Понимаю миленький Понимаю Ребятки мои Ну старая уже Вот тут вот у меня Банка сметаны А вот тут Банка с ПВА Я в столярке попросила Они похожи Будь они неладны Александр Понятно Тетя Ася Вот если б Если б не это простава Ей богу Тебя бы твоим салатом От пуза бы накормили А? Лена Накормили бы? Лена Ага Ой они злые были Вот Миша тоже до сих пор Отплеваться не может А? Миша Миша Да нет ничего Смешно даже Олег Ха это он так говорит Потому что еще молодой Еще стесняется Михаил Да нет Правда Ну действительно смешно Гурков Ты на меня Тетя Ася Не смотри Я твой салатик В глаза не видел Меня в этой сцене Нет Тетя Ася Ты меня миленький Все равно прости И ты и Мишенька Сергеевич Тоже прости И знаешь Что я скажу Михаил Да чего мне вас прощать Я и не сержусь Тетя Ася Погладив его по голове И чмокнув в маковку И знаешь Что я тебе скажу И всем Дай бог Ребятки мои Чтобы вы все До моих лет Дожили в здравом уме И рассудке И чтобы силы были Работать И пользу приносить Александр О Вот за это нужно выпить Разливаем Разливают пиво по стаканам А я добавлю Тетя Ася Да мы же любим тебя Ты нам можно сказать Как мама родная Кормишь Поешь Ну и все прочее Нет правда Ты супер Все чокаются Выпивают Но когда ты Извини Тетя Ася Что Александр Ты Виктора Степановича Тетя Ася Что Александр Дед Пихто И более никто Тетя Ася Славненько Пихто у нас когда работал Александр Слушай Ты не мешай Я ребятам расскажу Семыч Ты не встревай Семыч На улице Обозначен На плане Буквами М И Ж Семыч Подожди Подожди Там одно очко Было На всех Мы все туда В очередь Ты уж в автобусе Сидел А я еще только Выходил из гостиницы Реквизит Тащил Александр Да 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 Точно Тебя еще не было Семыч Вдруг Мимо меня Пулей летит Показывает На Асю Бросает В автобус Сумки Коробки И к сортиру Дерг за ручку Дерг за ручку Дерг еще раз Крючок Слетает Нафиг Дверца Распахивается А там сидит Наш Виктор Степанович Александр Орел Во льдах Семыч Ага Он охренел Глаза Из орбит Вылезают Александр А тетя Ася Ему так По матерински Заботливо Какайте Витенька Какайте Общий Хохот Семыч Я не знаю Как мы доехали Сашка водитель Всю дорогу Ржал Как ненормальный Александр Тетя Ася Я тебя обожаю Тетя Ася Вытирая слезы От смеха И вас Миленькие мои Люблю я вас всех Вы уж меня Старуху простите Ой Че-то я Расквасилась совсем Надо Александрову Позвонить Пусть забирают меня Звонок Мобильного Александров Не Михаил Это мой телефон Выскакивает Из-за стола Бежит к вешалке Вынимает телефон Мама Мамусенька Я слушаю Выходит В коридор Тетя Ася Хороший мальчик Правда Сашко Мальчик хороший Александр Чересчур Боюсь я Что он у нас Ненадолго Олег Слушай А что он все время Пишет Ты не замечал Лена Я замечала Он то в блокнот Пишет То на планшете Александр На планшете Это смски Наверное А в блокнот Мало ли что Может расходы Свои Олег Точно Наверняка Дебет Кредит Я братцы Хотел посмотреть Включил его планшет Все Здрасте А белье Его ты не пересчитывал Олег Отстань Там смотреть нечего Все запаролено Ни одна прога Не загружается Ни один файл Не открывается Но впрочем Времени у меня не было Так что Лена А ты оказывается Говнюк Олежа Олег Эй Я ж ничего не посмотрел Семыч Знаешь что Дорогуша моя А по карманам Ты не хотел посмотреть Я хоть и пенсионер Но припечатаю так Что мало не покажется Александр А может Ты заявление сам напишешь Или мне докладную На тебя накатать Олег Вы что Охренели Да я же Как лучше Я же И вдруг Начинает всхлипывать Тетя Ася Ладно Ладно Успокойся Никто тебя не гонит Ты хороший Ты не для себя Олег Конечно Я же для всех А вы Тетя Ася Ну все Все Миленький Домой тебе надо Семыч Семыч Что Тетя Ася Вам не пора домой Вы же соседи Доведешь Олега Семыч Ничего Сам дойдет Тетя Ася Ух Ладно Александров за мной приедет И мы тебя Олеженька Добросим Пойду я к себе Мальчишки Девчонки Еще кое-что Прибрать надо На завтра Приготовить Да Икра Ой Сейчас Сейчас Вынимает Из пакета Под столом Стеклянную банку Я пойду Видит Ладно 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 Все Не сержусь Олег Ленка Ленка Ты прелесть Я тебя обожаю Лена Уже Спасибо Никак Во сколько Семыч Я еще Я еще должна Две сцены Выучить Так что Господа Суровые Мужчины Я с вами Нежно Прощаюсь Гудбай Оревуар Уходит Семыч О как Строга Гурков Уж Да уж Действительно Ладно Все Я тоже Пойду Горбачев Михаил Да Гурков Ну Прибери Тут все Михаил Приберу Спокойной ночи Семыч С Гурковым Пожав Михаила На прощение Руку Уходят Михаил Берет веник И самок Начинает Подметать Прибираться Картина Седьмая Без стука Заходит Лена Михаила Вздрагивает От неожиданности Михаил Фу ты Напугала Лена Рыцари Пугаться Не имеют Права Я назначаю Тебя Моим Рыцарем Михаил А я Что Делать Должен Лена Глупый Ухаживать За мной Домой Провожать Михаил Я Сейчас Не могу Я грязный В пыли Весь Лена Ничего Рыцарю Можно Ты Помнишь Что я Сказала Михаил Когда Лена Не важно Я сказала Не вздумайте Ко мне Подниматься На четвертый Этаж Третья Дверь Налево Понял Михаил Не совсем Лена Ладно Потом Поймешь Собирается Уходить Но останавливается Кстати Ты мне Должен Показать Что ты Там Пишешь Михаил Да Это Так Ерунда Всякая Лена Ну а я Люблю Ерунду Покажи Михаил Немного Подумав Покажу Обязательно Только не Сегодня Ладно Лена Вот теперь Тебя люблю Я Вот теперь Тебя хвалю Я Только Не вздумай Понимать Мои слова Дословно Михаил И я Тебя Лена Что Михаил Что Ничего Смешная Ты Хорошая Лена О Молодец Рыцарь Просто Обязан Говорить Даме Комплименты Усек Михаил Слушаюсь Ваше Высочество Нелепо Склоняется Лена Смеется Ой Деревянный Ты мой Рыцарь Ладно Потом Научу Тебя Изысканным Поклоном Сегодня Разрешаю Меня Не провожать Приказываю Навести Здесь Полный Порядок Михаил Снова Нелепо Кланяется Лена Хохочет Чао Какао Деревянный Рыцарь Упорхнула Михаил Глупо Улыбается Потом Устремляется К вешалке Достает Планшет Начинает Что-то Стремительно Записывать Шепчет Чудо Оно Просто Чудо Картина Восьмая Глубокая Ночь Михаил Что-то Пишет В планшете Потягивается Зевает Встает Делает Несколько Приседаний Смотрит На часы Ух ты Три Часа А не Сходить Ли вам Дорогой Мой Михаил Сергеевич В душ А потом Баеньки Собирается В душ Давайте Мистер Горбачев По-быстрому Шампуня У нас нет Но Александр Сказал Что он А что он Сказал А да Он сказал Что в мужском Душе Шампунь имеется Да вы что Честное слово Сказал Что именно так Ну Тогда пошли Пошли Уходит Антракт Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...